Тренировочный экзамен 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 на особом контроле. В отделении Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю прошло рабочее совещание с руководителями филиалов негосударственных пенсионных фондов, заключивших соглашение с Пенсионным фондом о взаимном удостоверении подписей и работающих на территории края. Цель совещания – обсудить вопросы, возникающие при реализации новых законов и нормативных актов. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю Мария Закатова подчеркнула, что у Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов одна общая задача – прийти к достойному уровню пенсионного обеспечения граждан. Поэтому необходимо соблюдать единые стандарты обслуживания жителей края в рамках действующего законодательства. В свою очередь обмен мнениями за круглым столом помогают найти решение сложных вопросов и выработать правильный алгоритм действий. За 9 месяцев текущего года жителями края было подано 103 507 документов, связанных с управлением средствами пенсионных накоплений. А это более чем в полтора раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. К таким документам относятся заявления о выборе управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, договоры об обязательном пенсионном страховании, заявления о вступлении в программу государственного софинансирования пенсий. В Хабаровском крае наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества граждан, желающих самостоятельно при поддержке государства формировать свою будущую пенсию. Так уже более 70 тысяч жителей края являются участниками программы государственного софинансирования пенсий, причем растет число тех, кто, вступив в нее, сразу начинает перечислять дополнительные страховые взносы на накопительную часть своей будущей пенсии в размере 12 тысяч рублей в год и более.